Хей! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале, и сегодня я снимаю видео, посвященное моему личному дневнику, но не который я сейчас веду, а который вела лет в 11, в 12, когда еще была ребенком, который пытался выплеснуть всю свою мотивацию в введение всяких ежедневников, блокнотиков, творческих блокнотиков, оформления всяких страничек и так далее. В общем, раньше я вела вот такой вот прекрасный личный дневник, и если вы до сих пор не смотрели первую часть этого ролика, где я вам показываю все основные странички, посмотрите, какой толстый этот личный дневник, то обязательно переходите, сейчас вылезла подсказочка и смотрите, либо по ссылке в описании, суперский, офигенный, крутой ролик, сейчас вы увидите фрагменты из этого видоса, где я вам показывала всякие странички в этом ежедневнике, это было супер круто. В общем, сегодня, как я вам и обещала, прочитаю несколько личных историй, которые я писала в этот личный дневник, про любовь к мальчикам, а также поделюсь с вами историей про свою первую любовь. И в самом конце, если вы досмотрите этот ролик до конца, кстати, это видео я хочу сделать безумно ярким, именно поэтому я взяла вот такую вот прекраснейшую гирлянду, на задний план ее, к сожалению, повешать нельзя, потому что фон вот такой вот. Но я обязательно как-нибудь постараюсь это сделать, сегодня я елочка, а это мои елочные игрушки, якобы гирлянда, я надеюсь, что она хоть как-то будет заметна. В общем, вот такая вот я красоточка, сегодня буду вместе с вами сидеть, надеюсь, что это хоть как-то вам поднимет настроение, в общем, вот такая вот я сегодня красотка. Так вот, обязательно оставайтесь со мной до самого конца, во-первых, потому что в конце этого видео я покажу вам несколько своих детских рисунков, которые мне понравились больше всего, и так я буду распределять по частям и покажу вам все-таки все детские рисунки, которые у меня сохранились. Мне кажется, это достаточно необычно и прикольно, а также вторая причина, почему вы должны досмотреть это видео до конца, во-первых, потому что это видео действительно интересное, а во-вторых, я спрятала для вас 4 эмоджи, и я думаю, что их будет достаточно просто найти на фоне вот этом вот голубом. Потому что раньше я прятала там во всяких картиночках все, что было на заднем плане, а сейчас обязательно оставайтесь до конца, ищите эмоджи, которые я спрятала, и отправляйте мне их в директ в инстаграме, и ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Скоро там будет миллион триста тысяч подписчиков, я вас безумно люблю, спасибо вам большое за то, что вы такие активные, не буду балаболить, просто подписывайтесь, смотрите это видео до самого конца, ну а теперь новая заставка. Та-та-та-та-та-там, мы можем начинать, поехали! Начну я, пожалуй, с небольшой предыстории. Раньше в этот личный дневник я вкладывала просто всю свою жизнь, вела его так, как мне нравится, и не обращала внимания на то, что говорили многие. Хотя, раньше я действительно могла комплексовать то, что говорили, вот, нужно вести ежедневник так, 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 у кого-то получалось круче, лучше, а сейчас, когда я введу свой ежедневник, уже второй. Кстати, в свой инстаграм я очень часто выкладываю всякие разворотики, рассказываю вам о своих днях. Сейчас я вообще не заморачиваюсь, а тогда я первые странички вела так аккуратно, а потом забила и поняла, что, в принципе, это мой личный дневник, и если мне нравится, например, оформлять его так, то я буду оформлять его так. Так, тут очень много интересных страниц, и все это показывала вам в первой части. Итак, котики мои, сейчас я открою несколько страничек, которые я для вас подготовила. Во-первых, сейчас мы с вами поговорим о волнении. Когда я боялась перейти в пятый класс, то есть это была уже не начальная школа, я думала, что будет так сложно ходить по кабинетам. Да, ходиться не в начальной школе, потому что раньше у нас все предметы вел один единственный преподаватель. Максимум на урок изома могли выходить, и нас учили рисовать с другими учителями. Итак, вот такая вот огромная страничка. Можете поставить на паузу, прочитать, если вам так интересно. Я прям писала, изливала свою душу. Итак, сейчас я вам прочитаю. Скоро я перейду в пятый класс, и мне вообще неохота расставаться с моими друзьями в четвертом классе. Есть мальчики, которые мне нравятся, и я тоже не хочу их покидать. Сегодня 22 мая 2014 года. Завтра я закончу четвертый класс. Время 11 часов 45 минут. Я заполняю эту страницу, посвященную моим друзьям. Может, я и увижу моего одноклассника, а может и нет. Такое рассуждение, знаете, типа, блин, я не знаю, вижу или не увижу. Кстати, у этого личного дневника вот так вот отваливается обложка, поэтому я думаю, что вы не обидитесь, если я его просто куда-нибудь положу, потому что мне максимально неудобно, и я чувствую, что я скоро уроню, и ее надо приклеить. Дальше. Может, случится чудо, и мы с кем-то из одноклассников будем рядом по месту жительства. Может, и нет. Я никогда, никогда не забуду, слитно, смешные дни в школе, в скобочках. А может, и забуду. Моя логика просто потрясающая, зайчики. Когда я была во втором классе, там на окончании класса давали торт. Он мне совсем не понравился, и я его кинула в стему. Знаете, я тогда просто изливала свои мысли. Не могла на какую-то одну тему поговорить, а просто тупо кинула торт. Там, я думаю, мы будем жить по месту жительства, там где-то рядом и так далее. В общем, просто, знаете, на разные темы. Это очень прикольно сейчас перечитывать. Итак. Еще когда в третьем классе, когда я решила вытащить питьевой стакан, и нечаянно вытащились все, я два часа смеялась. Ребята, вы знаете, как будто меня сейчас осенило. Действительно, мне это вылетело из головы, и я не перечитывала. Клянусь вам, этот блокнот перед съемкой видео. В общем, была такая ситуация, когда, знаете, есть такая подставочка под одноразовые стаканчики, чтобы из кулера налить воду. Я один раз дернулась, чтобы достать один стаканчик, и все просто стопкой целые достались мне вот так вот в руку, типа, пей. И рядом находился мальчик, который мне нравился, его звали Кирилл. А еще мне нравился Никита, мальчик. И с обоими и ними у меня есть переписка в этом личном дневнике, мы сейчас с вами до этого дойдем. И все прям начали угорать, смеяться, и я считала, что, типа, блин, это так смешно, а сейчас на самом деле нет, ни капельки. Кстати, знаете, что я еще вспомнила? Я помню, как в школе вот были популярны вот эти вот орбизы. Они только-только набирали популярность для цветов. И я помню, что девочка Маша принесла нам их в школу и продавала по 10 рублей один маленький орбиз. И мы все эти вот эти вот орбизики... Кстати, вот их фотография. И они нужны для того, чтобы складывать их на цветы, например, если вы куда-то надолго уезжаете. Так вот, мы все по шкафчикам эти шарики просто ставили, покупали у нее. Я помню, я себе купила такие шарики. В общем, это просто такая ностальгия. Я думаю, об этом стоит снять отдельное видео. Итак, котята, дальше. Когда я убралась у мальчика... Убралась? Чего? Мне не показалось? Когда я убралась у мальчика, который мне нравится в пенале, в ячейке... Я... Я этого не помню. Я клянусь вам, я этого не помню. В смысле убралась у мальчика в пенале, в ячейке? Я сейчас пытаюсь реально вспомнить, но у меня в мозгу вот такая вот обезьянка, да, которая прыгает, там что-то там стучит. Я действительно не понимаю, что? Что, блядь? Как убралась? Окей, дальше. И когда вы, в скобочках, ты читаете это, то я еще кое-что... Блядь. И когда вы читаете это, я совсем не хочу покидать мой класс. Но зато я закончила начальную школу. Вот и все, троеточие. Хотя нет, еще кое-что. У меня айфон 5 в 11 лет, 22 мая 2014 года, время 12.00. И еще, еще, еще. И очень много написала, да? Ладно, все, пока. Вот это завершение, оно просто эпичное. Реально, можете поставить на паузу, ребят, взглянуть. Такое завершение. Нет, вот я вам рассказала про школу, а сейчас напоминаю, что у меня в 11 лет айфон 5. Капец просто. Я, кстати, его разбила специально, когда у меня появился новый телефон, не знаю зачем. А потом вот в эти трещины на стекле нанесла замазку, просто белую замазку. Капец какой-то. Итак, мы с вами прочитали вот эту вот интересненькую историю про 5 класс. И сейчас я поделюсь с вами небольшим рассказом, как и обещала, про свою первую любовь. И поделюсь некоторыми фотографиями. Сразу предупреждаю, что на этих фотографиях будет замазано лицо, потому что этот прекраснейший человек сейчас учится не знаю где, но многие его могут узнать. Многие меня знают, узнают. И как-то могут понять, что это за мальчик, спрашивать и докапывать его. Я этого не хочу. Он учится сейчас в Челябинске. Не буду говорить его имени. Ну, в общем, я, когда очень хорошо общалась с одной девочкой Лизой, в пятом классе, в четвертом даже, по-моему, нет, в пятом, она мне показала, говорит, блин, смотри, какой красивый мальчик. Мы просто ходили по коридору, по школе. И знаете, это была, наверное, даже любовь с первого взгляда. Я смотрю на него и понимаю, что действительно очень красивый, офигенский, прям вот прям, блин, я так в него влюбилась. Я помню, как я первый раз к нему подходила, волновалась, чтобы он меня позвал гулять. Помню, как была девочка, Аня, которая считалась якобы такой самой крутой. Это был шестой класс. Она с ним училась вместе. Она говорила, что это мой парень, ты у меня его уведешь. Мы такие были, знаете, маленькие, но я никогда не забуду вот эти вот ощущения, когда я действительно в первый раз влюбилась. Вот такие мы фотографии с ним делали, когда считали, что мы якобы встречаемся. Мы с ним гуляли по лесу, очень круто дружили. Блин, это очень мило, очень круто. Я извиняюсь за то, что я замазала лицо, но оно было действительно очень симпатичным. Кстати, если вы хотите, я могу выложить эту фотографию без замазанного лица в свой инстаграм, и вы посмотрите, как выглядел этот мальчик. Обязательно подписывайтесь. Именно в день выхода этого видео я залью эту фотографию, поэтому не пропустите. Смотрите, и кому интересно, можете скринить там и так далее. Без замазанного лица я все выложу. В общем, это была суперская, самая настоящая первая любовь. Я помню, как я плакала, как я убивалась, как он мне говорил, что все-таки не надо так, не надо так. И вот это вот бесячее отношение, когда он говорил мне, что он не готов к отношениям, и я бегала за ним или ходила по тем местам, где ходил он. В общем, это было все настолько мило, и, может быть, я была маленькая, действительно, ребенком, и я это осознаю, но это были самые незабываемые чувства. И почему многие мои подруги, и родители мне говорили, что первая любовь, она как бы самая незабываемая, потому что она первая, и это супер круто, я никогда этого не забуду, и хочу снять об этом отдельное видео, рассказать конкретно об историях, как я к нему подходила, как я волновалась. Это были самые незабываемые ощущения. Прям, знаете, вокруг меня вот такие вот сердечки, как вы видите сейчас, пылали вокруг. Все прям вот бабочки в животе вот такие вот летали. Я прям была влюблена, знаете, вот прям супер-супер влюблена. И это не описать словами, в общем, это было супер-круто. А потом этот мальчик занял у меня пять тысяч рублей и не вернул. Конец истории. Окей, я закончу на этом. Пожалуйста, блядь. А я все уже, я сейчас живу в Москве, все поменялось. Просто хочу, чтобы вы знали, да, это тупое завершение. Ну что ж, и теперь я хочу прочитать следующую историю, не связанную с этим мальчиком, а еще с двумя, которые мне нравились в начальной школе. Но это не первая любовь, это, знаете, просто типа ой, мне нравится этот, ой, мне нравится этот, 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 этот. Я в этого влюблена, в этого влюблена. И, в общем, был смех, самый настоящий смех. Во-первых, начнем, пожалуй, с первой странички мое письмо мальчику, которое мне нравилось, 4 класс, 2014 год. И я вот эти вот блокнотики положила ему в шкафчик, он их заметил, и он должен был отмечать, любит он меня, не любит, как он со мной общается, не общается, что он ко мне испытывает, потому что мы в жизни не могли этого обсудить, ну как бы я стеснялась. Я ему написала якобы такое огромное письмо, типа, что я к нему испытываю, что не испытываю, и это был капец. В общем, сейчас я вам прочитаю, вы сами все поймете. Итак, пишу ему. Я пыталась добиться Никиту фамилия, то есть тебя, со второго класса, а он на меня внимания не обращал, то есть ты. Сейчас я на него обиделась, а он говорит, что я ему нравлюсь. Я ему совсем не верю, потому что он постоянно влюбляется в разных девочек. Так что, Никита, если ты это читаешь, то напиши в квадрате, на сколько процентов ты меня любишь из ста? Он написал 80. Теперь я напишу, что нельзя оскорблять девочек, которые тебе нравятся, и ты должен сказать, почему ты стесняешься говорить, что я тебе нравлюсь. Если это вообще так, если нет, то нет тебе прощения. Знаете, я не понимаю, то ли мне ржать, то ли мне, я не знаю, плакать, потому что это действительно пипец. Это очень стыдная фигня, но я рада, что у меня все это сохранилось и так дальше. Я хочу в последний день учебы поцеловать тебя, но боюсь, потому что не знаю, как ты отреагируешь, оттолканешь, обидишься, накричишь. Он отметил, удивиться. Но ты пойми, я тебя всегда буду любить, и вдруг ты купил новый телефон, а номера у меня не будет, и мы не сможем поговорить. То, что я ревную, когда к тебе лезут девочки, в скобочках любые, конечно, так и будет дальше, потому что я тебя люблю. Когда ты это прочитаешь, ты можешь смеяться, грустить. Блядь, он отметил грустить. Грустить. Боже мой, блядь, ребята, что за ужас. Я даже не обратила на это внимание, он отметил грустить. Он думает, боже мой, а я рада, что за дура, реально отметил грустить. Что ты до меня докопалась, ты идиотка? Ты меня всегда оскорбляешь, он зачеркнул, написал, нет. Ты даже не знаешь, что такое любовь. Это подар, приглашение, куда-нибудь, через Е, слитно, ходить за руку. Эх, он написал плюс, типа согласен. И дальше я ему написала. Ты меня обзываешь толстой. Когда я спрашиваю при людях, любишь ты меня или нет, ты отвечаешь, нет. Так нельзя. Ты же не стесняешься говорить всем, что ты любишь. Машу он зачеркнул, написал, нет. Алису зачеркнул, написал, нет. Марину зачеркнул, написал, нет. Если это будет продолжаться, то я не буду с тобой разговаривать. В общем, такая херня и продолжалась. Я просто ему втирала, какой он охеренный, как я его люблю, что нельзя так делать. Я с этим полностью согласна, но тогда я прям была ребенком наивным, который действительно считал, что он правильно делает. Пишет ему вот эти вот письма, хотя мы учились в одном классе. Я видела даже, как он отвечает на эти всякие мои смс-ки. И он написал, прости, я все осознал и заделал выводы. Но и ты пойми, мне некогда ходить на свидание. Но я очень хочу. Написал простым карандашом. Потом, ручкой. У меня каждый день тренировки в самый последний день будет сюрприз. Жди. Я тоже буду любить тебя всегда. В пятом классе будет все, что ты хотела. Все его обещания это полное наебалово. Во-первых, он мне ничего не сделал в последний день. Во-вторых, он не любит меня сейчас. В-третьих, он сейчас какой-то наркоман. Я слышала об этом. И знаете, как меняется судьба у людей, я просто в шоке. Я, например, очень рада, что я переехала, что мне все хорошо. И многие мои одноклассники сейчас употребляют наркотики. У многих какие-то проблемы в семье. У каждого человека разная судьба. И мне очень грустно, что некоторые действительно считают, что наркотики это то, что нужно попробовать. И многие мои знакомые сейчас этим занимаются. Ну, с которыми я раньше общалась в Челябинске. Это просто отвратительно. Наркотики зло, ребят. Ни в коем случае не занимайтесь этим дерьмом и не связывайтесь с подобными людьми. Итак, я прочитала вам вот эту переписку. И я думаю, что на этом моменте стоит закончить переписку со вторым мальчиком я все-таки оставлю на еще одно видео, потому что в этом личном дневнике еще есть что рассмотреть, есть что обсудить. И как я вам обещала, сейчас покажу несколько рисунков, которые я рисовала в детстве. Итак, начнем, пожалуй, гирлянда спала вот с этого прекрасненького рисунка. И его я нарисовала бабушке Марине на 8 марта. Это мама моего папы. Вот такое вот прекрасное деревце с бабочками, с неба. Можете посмотреть просто как я рисовала. Это очень круто, очень мило. Дальше вот такой вот рисуночек папочки и мамочки, где я нарисовала сердечко их двух пчелок с листиками и Карина 25 08 2013 года 7 лет назад 7 лет назад Ааа я просто в шоке 7 лет назад Дальше Вот такой вот отвратительный рисунок, который я сделала на Аквали с помощью блестящих красок просто какая-то елочка Я думаю, вы даже ее сейчас не разглядите, но этот рисунок сохранился. А вот такой вот альбом родителям на день рождения, где я у папы с его рабочего стола на работе стырила печать, где было написано копия верна. И я просто очень часто пользовалась этой печатью, потому что ну мне нравился сам факт, что это печать. И так, в этом блокнотике всякие поздравления, крутые открытки, тортики. Я очень старалась, когда рисовала это для родителей. Прилепляла даже пластилин. Офигеть, сколько ему лет. Дальше. Маме 35, папе 38. Чтобы вы не задавались вопросом, у них в один день день рождения, именно поэтому я делаю общие подарки. Дальше. Вот такая вот куколка Монстер Хай, которую я очень-очень хотела. Смотрите, я вот так вот написала. Пап, я хочу куклу Монстер Хай. Цена 2 990 рублей. Я ее нарисовала и написала папе Умоляю. Карина, 10 лет. Офигеть. Мне было 10 лет, я умоляла у папы купить мне куколку Монстер Хай. Прикиньте, какая это ностальгия. Дальше идет рисунок вот с такими вот кружечками. Тут я уже более-менее старшая, со всякой вазой, сладостями, обыкновенный рисунок. Ну и последний, где я просто изнахратила все краски и я думаю, даже подарю или продам когда-нибудь эту работу. Это суперкруто, необычно. Кто хочет у меня купить этот рисунок, я сейчас серьезно, просто пишите мне в инстаграм. Я продам вам его тысяч так за пять, чтобы вы просто понимали, да? Это я была маленькая и просто испуганила все краски. Квадрат Малевича, вот такие вот дела. Ну и на этом были все рисунки. Если же вам понравилась вот эта рубрика, когда я в конце показываю свои детские рисунки или что-нибудь, например, еще буду, напишите об этом ниже в комментариях. Я учту ваше мнение. А также не забывайте, что в этом видео я спрятала для вас четыре эмодзи. Отправляйте мне их в директ в инстаграме и получайте суперкрутые призы. Сигны, видео, приветики, я буду подписываться на ваши аккаунты и многое-многое другое. Ладно, я уже разговаривала, если это видео получилось супердолгим, но я надеюсь, что очень интересным. Итак, если ты тот самый верный подписчик и досмотрел это видео до самого конца, то кидай в комментарии слово макароны. Если ты это сделал, я буду тебя лайкать, буду лайкать комментарии и буду знать, до самого конца. В общем, я вас люблю, котята, спасибо вам за просмотр. С вами была Карина, это было видео про мой ежедневник, про мою любовь, про мои отношения, про все это. Хотите третью часть, давайте наберем под этим роликом 60 тысяч лайков. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо вам большое за просмотр и всем пока-пока. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok